Буквально два слова по теме, которую мы вчера обсуждали с нашими коллегами, друзьями, военнослужащими, людьми, которые принимали присягу еще в Советском Союзе, нам, ну за словами, да, и которые смотрим на вот эту ситуацию вокруг Украины и пытаемся понять, а что не так, а что надо сделать. Война это ведь не только кто кого перестреляет, а кто кого переумнит. При это я хочу сейчас рассказать об Украине. Ситуация такая, что я сам украинец, у меня в паспорте было в Советском Союзе написано, украинец, я родился в Херсонской области. Соответственно, этот народ со всеми его особенностями я знаю изнутри, я его часть. Я достаточно счастлив от того, что я гражданин Российской Федерации и Крым вернулся в состав России. При этом я понимаю, что русский народ, русинский народ как составная часть русского, это самый разделенный народ в мире. На секундочку. И там, по ту сторону, в оккупации, в оккупации Запада осталось огромное количество моих соотечественников. Вопрос, как правильно развалить эту ситуацию, чтобы без стрельбы, без кровопролития, без большой войны Украину забрать? Что не делается для этого? Вот ключевые вопросы, которые мы обсуждали. Очень многие мои коллеги говорят такую вещь, что вот мы поставили на Украине крест, мы не знаем, что с ним делать, там они бандеры, цветами так. Из 32-35 миллионного населения Украины, которое осталось после ухода Донбасса, Крыма и всех беженцев, бандеровцев, невменяемых пиворезов, там ну пусть четверть. Остальное население, это вполне неуменяемые русские люди, которые на самом деле оказались без руководителей всех уровней, которые смотрят на большую Россию и не понимают, как себя ведет Россия и для чего. Догадываются о том, что Россия маневрирует, но в принципе будущего не видят. И в этой ситуации они, собственно говоря, и помалкивают соперные дверочки, либо пытаются пересказывать свой телевизор. А это обычное явление, мы все пересказываем в той или иной степени то, что входит. И вот здесь вот возникает ключевой вопрос, что делать? Здесь нужно решить две стратегические задачи. Первая, это информационная политика в отношении населения Украины, минуя киевские верхи. Киевские верхи это мятежники, пришедшие к власти незаконным путем, соответственно, их нужно изолировать от этого дела. Но население Украины нужно предложить картинку будущего. Какую Украину есть предложение построить? Это нужно делать каждый день при помощи нескольких телеканалов, которые нужно сформировать. Причем это нужно делать, ну, наверное, не существующими идеями или кланами, а это нужно сделать как бы под зонтиком патриотических украинцев, выходца во всяком случае из той страны. И второе, что нужно сделать, поскольку на Украине нет кадровой базы, на которую можно опереться, эту кадровую базу нужно создать. Просто нужно взять людей, которые разделяют хотя бы в базовых ценностях идею реформирования, переучреждения новой Украины. Их нужно вытащить на определенный срок, их нужно подготовить, и им нужно дать цель. Что мы делаем сегодня, что завтра, что послезавтра. В любом случае эта кадровая база никогда не будет лишней. Вот это я хотел сказать.